Единственное в краю производства многогранных металлических опор освещения появилось в Барнауле. В отличие от железобетонных, эти опоры легче, их проще перевозить и устанавливать, а их несущая способность выше. Конструкции используют при освещении поселков, дорог, мостов. К концу года на заводе планируют выйти на объем производства в 4000 опор. Мы планируем, что наш заказчик будет от Урала до Дальнего Востока. Вот это будет наша ниша, потому что все остальные производители находятся все западные. В новое производство собственник инвестировал 88 миллионов рублей. Цех создавали два года и сейчас он очень кстати. В рамках импортозамещения на наш продукт может сразу же вырасти спрос. В России выстраивают новую логистику, выбирая отечественного производителя. Последним нужно увеличивать объемы и в целом держаться на плаву. В ближайшее время власти края планируют выделить 200 миллионов рублей на компенсацию производственникам части ключевой ставки при получении кредита. Компенсируем таким образом нашим предприятиям две трети от ключевой ставки, которая на данный момент существует. Сегодня ключевая ставка 20%, это значит 13,3%. Мы нашим предприятиям промышленности, естественно, которые не попали ни в одну уже меру поддержки, ни в другую, мы поможем. А еще власти подали в федеральный центр список из 32 алтайских предприятий для включения их в реестр системообразующих. Это позволит им брать льготные краткосрочные кредиты. Семь заявок уже одобрены. Добавим, что алтайские компании уже переформатируют свою работу, занимая свободные ниши. Пока известно, что процесс импортозамещения начался на новоалтайском производстве постельного белья и бийском химпредприятии. Но вместе с тем многие производственники по-прежнему остро нуждаются в импортных комплектующих. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский, День с толком.